Приветствую, уважаемые! Меня зовут Эндрю Браун, попали на канал Путирежиссера, и сегодня у нас вторая часть практика монтажа. Сегодня мы также разберем и смонтируем ролик, который мы не снимали непосредственно. У нас есть исходный материал, и будем с ним работать. Поэтому давайте посмотрим вариант до и после. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что же у нас появилось после перемонтажа? Это, естественно, музыка, которая попадает в такт, в бит и соотносится с данным видеороликом. Также саунд-дизайн, который дополняет и акцентирует внимание на определенные фрагменты видео. И фуд-съемки, саунд-дизайн, это тоже очень важно. У нас появилась цветокоррекция, которая дополняет нашу картину и разделяет передний и задний план. То, что касается самой цветокоррекции, это классический Teal & Orange, И в данном случае он хорошо сработал. Как вы видите, в принципе, здесь все хорошо. Если бы еще было освещение, лучше было бы еще лучше. Но что имеем, то имеем. Поэтому работаем так. У нас появилась замедленная съемка. Мы 25 кадров замедлили. Не совсем качественно. Но, используя встроенные возможности программ, вы можете это сделать. И непрофессиональным глазом не будет заметна какой-либо большой разницы. Естественным образом, здесь есть некоторые недочеты. Если присмотреться на вот этот вот кадр, то здесь видно, как дым как будто раздваивается. И не совсем качественно выполняется работа встроенных плагинов. Но, в данном случае, это можно использовать как фишку. И она смотрится интересно и несколько не совсем классичным образом, Если бы это была замедленная съемка на настоящих 50-100 кадрах в секунду. Что касается визуальных эффектов, можно было сделать еще шире, еще круче. И, как правило, в этом и заключается формат перемонтажа. Если вы сняли какой-то ролик 3 года назад, перемонтируете вы его сегодня по-другому. И, если вы дальше продвинетесь в каких-то аспектах, касаемо просто монтажа или визуальных эффектов в After Effects, то потом вы сможете это все обрабатывать абсолютно по-разному. И, таким образом, смотреть, насколько и в какую отрасль, скажем так, растет ваш уровень. Поэтому, вы можете так же сделать со своими работами. А можете непосредственно использовать исходники этой работы. И сделать из этого для себя, для портфолио видеоролики. Чтобы это сделать, вам нужно перейти на Boosty, ссылочка в описании. Зайти туда, подписаться и непосредственно получить исходники и обратную связь лично от меня по данному видео. Итак, чтобы замедлить наши 25 кадров, мы будем использовать стандартные встроенные возможности программы. На примере Final Cut, сюда мы заходим, выбираем Slow на 50%, допустим. Вы также можете выбрать Custom и выставить не на 50, а на 60, на 70, 80, 95. Любые значения. И далее нам нужно перейти вот в это меню и выбрать Optical Flow. Ну что, друзья, надеюсь, вы узнали что-нибудь новенькое. Если так, поставьте вот такие штуки, обязательно подпишитесь на канал. Если вы хотите получить этот ролик в портфолио или сделать непосредственно собственный вариант, обсудить его со мной лично, то переходите по ссылочке на Boosty, там все это будет. Ну а с вами был Эндрю Браун, канал Путь Режиссера. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok